С начала года лыжные стрелы 2017 привезли более трех тысяч петербуржцев. Организованные комитетом по спорту традиционные электрички для снежных трасс в Шапках и Орехово не теряют популярности у горожан. После ноябрьских праздников в декабре, казалось, зима ушла вовсе. И только теперь, в середине января, наконец вступают в свои законные права. Синомтики обещают, что до конца месяца ситуация меняться не будет. Это не может не радовать любителей зимних видов спорта. На лыжные стрелы, несмотря на ранний час, люди приходят с улыбками и отличным настроением. Мы едем заряжаться позитивом, поэтому у нас такие улыбки, такое настроение и такой настрой. В эту стрелу на Шапке загрузилось 750 человек. Желание насладиться свежим воздухом Ленобласти объединило совершенно разных людей. В поезде можно было встретить компании тинейджеров, большие семьи с маленькими детьми, туристов-новичков и ветеранов лыжного спорта. Виктор Ашурок, например, в Шапке ездит 35 лет подряд. Мы начинали в декабре и выходили электрички и в субботу, и в воскресенье. Два раза в неделю. И полностью заполнены были. Вот сейчас, видите, народу мало. Действительно, многие места в электричке пустуют, а ведь получить билет можно в своем районе. В Московском нужна предварительная запись через отдел физкультуры и спорта. На руки дают до четырех билетов. На район дают определенное количество билетов в комитете. То есть где-то мы получаем по 60-70 билетов. То есть где-то 130 билетов на электричку на район. И выдаем обычно по вторникам в одно и то же время билеты. Сами шапки, кроме лыжных трасс и троп для скандинавской ходьбы, предлагают гостям головокружительно чистый воздух и красивые пейзажи за индивевшими соснами и белым снегом. Уезжать оттуда точно не захочется. А вот приехать время еще есть. Стрелы будут пускать еженедельно вплоть до 12 марта. Стрелы будут пускать еженедельно вплоть до 12 марта.